И снова здравствуйте, дорогие любители хорошего и качественного слуга. Мы с Константином находимся в салоне АДК-Аудио в самом центре Москвы на Рубянке. В очередной раз у нас состоится очень приятная и, поверьте, очень интересная беседа. Я даже не знаю, есть ли еще какая-либо тематика на форумах, в обсуждениях, в группах и так далее, которые вызывают столь же огромное количество споров, порой даже руганий, недопониманий и так далее. Поговорить мы хотим об так называемой АЧХ, амплитудно-частотной характеристике. Вы, дорогие друзья, прекрасно знаете, что мы к обзорам никогда не готовимся. Сейчас вот включили камеру, я задаю вопросы, Константин отвечает, чистый экспром. Но, как я часто делаю, я все-таки в очередной раз позволю себе прочитать, что же это такое, да? И немножко даже прокомментирую. Итак, амплитудно-частотная характеристика АЧХ. Зависимость амплитуды установившейся колебаний выходного сигнала некоторая система от частоты его входного гармонического сигнала. Один из видов частотного отклика системы, наряду с ФЧХ и АФЧХ. И, знаете, может быть, в том числе и вот поэтому, потому что я вот это сейчас прочитал. Иногда, когда мне говорят, что вот это что-то с АЧХ, вот она неровная, у тебя, Петр, вот что-то там съехавшее, у тебя склады, я всегда отвечаю достаточно стандартно. И, может быть, даже немножко резко. Я всегда говорю, а АЧХать я хотел на эту АЧХ, с высокой колокольной. Я к этому, естественно, пришел не сразу, спустя, так скажем, десятилетия, да? Потому что мне нравится то, что слышит Маюкин. А почему? Вот сейчас мы будем Константина пытать. Вот он нам-то и даст ответ, почему АЧХать хотел. Тима, конечно, для начала вопрос. Давайте вопрос тогда, а что у нас будет сегодня? А вопрос такой вот. Я прочитал какой-то набор технических совещений, да? Для начала, выясните, АЧХа это что? Бытовым мешком? Да. В общем, леттудно-частотная характеристика. Итак, мы имеем какую-то частоту. Например, стандартная частота 1 кГц. И ее амплитуда в децибелах по уровню. Соответственно, 1001 Гц может быть на 3 децибела меньше по уровню. Мы получим резкий спад характеристики. Потом 1100 Гц плюс 3 децибела. И у нас вот так уже идет частотка вот так сюда. И вот это. И как бы считается, что идеальная АЧХа это ровная линия. Я с этим полностью согласен. Но есть одно но. А сигнал-то у нас какой по АЧХ? Вот есть микрофон конденсаторный. У него тоже есть своя АЧХ. И я, когда вы сегодня задавали мне, ну, тема. Вы мне сказали, какая будет АЧХ. Что там будет? Я не знал. Но я, тем не менее, решил освежить память. Думаю, дай-ка я посмотрю характеристики микрофонов. Вокальных, конденсаторных и прочих, прочих, прочих. И, Петр, страшное дело. Они все кривые. Вот, допустим, Шуры, по-моему, 58-й я смотрел. На 5 кГц подъем. Потом на 7, потом спад. То есть получается, что идеальная акустика под этот микрофон будет. Зеркальная. То есть здесь провал, там провал, там провал. И так будет касаться каждых микрофонов абсолютно. То есть уже на этапе записи мы имеем полную нелинейность. Все. И второй момент. Инструмент вы чуть так запишите, чуть сяк запишите. По вертикали пойдете, по горизонтали. Вправо-влево микрофон. Баланс инструмента, опять же, что делать? Меняется. Все. Поэтому АЧХ, так называемая средняя ровная линия, как вот говорят, вот амплитудно-частотные характеристики от 20 Гц до 20 кГц усредненно, так скажем, должна быть прямая для удобства. Но не факт, что это будет идеально для определенного типа музыки и записи. Но нужно понимать, что джазовые записи – это одни микрофоны, обстановка, атмосфера записи, и все, даже если студийные. Например, рок – это другое. И эта частотка потом будет перегоняться, подгоняться, компрессироваться. Что-то там еще будет с этим сигналом делаться. Классика – это третья история. То есть там от близости поля будет зависеть баланс инструментов. То есть это, понимаете, здесь никто не имеет ответа, даже какая правильная это АЧХ. Есть, например, японская версия, и некоторыми производителями она, ну, как бы так скажем, используется, что АЧХ должна быть с проваленной середины, птичка так называемая, да. У амеров говорят, что главное, чтобы была, как говорится, середина, вот она торчала, что-то еще. То есть это концептуально абсолютно разные моменты. Есть еще один момент – производитель может стремиться к ровной АЧХ за счет не осевого измерения АЧХ, то есть не по оси, а для параллельной расстановки. Поэтому кучу, я вам миллион сейчас вариаций буду подряд производить из недавнего группового диалога по PMC. Вы его видели? Стоят параллельно PMC, и все говорят, ой, так акустику ставить нельзя. Но если глянуть на АЧХ этой акустики, то у нее специально создан подъем, вот осевой, когда смотришь, то есть специально для параллельной расстановки, чтобы твиттера, края падали, когда ты ставишь в параллели. То есть интенсивность излучения по ВЧ очень высокая относительно всего остального, середины и низа. Но когда ты ее начинаешь разворачивать с оси, то есть ставить параллельно, она выразумевается и становится ровной. Понимаете? Поэтому ровная АЧХ вообще ни о чем не говорит. И дальше у меня еще, как говорится, есть информация на это. Вообще ни о чем не говорит. У меня еще несколько, знаете, так профессионально все-таки, я хирург. Вот у нас в медицине, когда изолиния, это уже совсем плохо, да? Все-таки хорошо, когда есть пики, когда есть пады, когда мы смотрим на ЭКГ монитор, да? Если я вас правильно понял, производитель сам может заложить свой продукт, уже неровный АЧХ, он может заложить вот те самые искажения, да? Намеренно. Намеренно, да? Ну, в общем-то, я в это верю, потому что одна из акустик, которая у меня была, та же, Эмма, Провал, я на 3500, Анна, то же самое, спады, да? И самое главное, что это тот звук, который мне нравится. Да. Мне нравится. У Петра, мы как-то, ну, как-то, так скажем, назовем их техниками, мерили АЧХ акустики, и я мерил тоже, я как бы видел, но я прекрасно понимал, что, зачем. Вот люди говорят, Петр, это брак. Да. Тем не менее, этот брак очень ценится даже студийщиками. Иглстон, как вы знаете, на одном из последних фестивалей звукорежиссеров был основным монитором их топовой акустика. Почему? Да потому, потому что в контроле полотна, так скажем, музыкального, да, вот материала, там неровность, самое главное, далеко. Далеко, там очень много параметров, которые нужно контролировать. И я вам задам один вопрос. Вот смотрите, мы живем в эпоху сегодня, когда идеально ровную АЧХ вы можете вывести, вывести в цифре, в ДСП, купив корректор, процессор, что-то еще. Где эти счастливые люди? Вот я не буду перечислять системы коррекции, но где эти счастливые люди, которые слушают музыку и скажут, что, черт возьми, как живая? Вот идеально процессор скорректировал, да, все, вот в точке прослушиваемого, и у тебя просто плоская линия. Direct, например, да, вот система, Dirac, как это еще называют у нас в России. The QX, Trinov. Ну, да, это полезные инструменты, когда очень плохая комната, с кучей отражений, там, ну, беда когда полная. Вот когда вот обычная бытовая комната, где эти счастливые люди? Они потом все почему-то отказываются от этого. И все как один говорят одно, мертвый звук становится. А я вам сейчас вот сейчас эти техническую подробность одну расскажу, которая вас немножко в шок ведет. А знали ли вы, что динамик, когда мы меряем на искажения, вот, допустим, акустическую систему, и, допустим, у нее вот здесь показывает в зоне, например, 2 кГц искажение 0, там, 7%, условно, или 0,5 на каком-то давлении. Но там, допустим, торчок, пика идет. А вы знали, что если вы этот торчок будете снижать, вот так, снижать, снижать, и разравнивать вот этого ЧК, допустим, цифровым методом, либо параметрическим эквалайзером, у вас здесь резко вырастут воспринимаемые мембарные искажения. Потому что они остаются от уровня общего сигнала на том же уровне. Вы не электрически на динамик воздействуете. Эта частота промоделирована, как мы в предыдущем обзоре с вами говорили, частотой ранее. Допустим, это вторая гармоника, либо третья. То есть, независимо от этого, она будет на этом уровне. И вы снижаете амплитуду здесь сигнала, и у вас... А когда вы басы пытаетесь выравнивать, когда люди в низкочастотной части начинают, допустим, подтягивать провалы, у вас резко там растут искажения, резко просто. И вы слушаете искаженный звук. И поэтому это тоже не рецепт вот этих цифровых коррекций. Только в очень маленьком нежном виде. И, как говорится, знаете, это здесь очень тяжелый случай. Тогда я, наверное, просто вынужден задать вопрос. Тогда почему столько, почему так много вот этого, да, получается, что ровная АЧХ, это что? Это какая-то догма? Это какой-то незыблемый параметр? Что такое количество людей, причем достаточно опыта хаудеофилов к этому стремится. Получить вот этот правильный звук, Костя, правильно? Хорошо, правильный звук. Вот они все стремятся. Но когда доходит разговор уже до взрослого диалога, покажи. Вот возьми и покажи мне на своем примере, что ты сделал, где этот ровный звук. Я, допустим, я говорю, я могу приехать с микрофоном и мигпредом вокальным. И буду говорить прямо вот здесь. Я окружу себя щитами хоть чем-то, чтобы, как говорится, даже комната не попала. И мы проверим, ровно ли у тебя АЧХ. Мой голос сравним между колонками живой. И мой же микрофон, допустим, но из колонок. И все, и этот тест никто не проходит. И нет никакой ровной АЧХ. Потому что, ну, потому что его просто нет. Там АЧХ это такой параметр, даже я же говорю, если вы его реализируете, все равно счастливых-то нет. Это, как бы, понимаете, это утопия, так называемая. Ровная АЧХ, что она вот все, вот если вся акустика будет ровная. Но, пожалуйста, берете ДСП и пять разных акустик выравниваете. Мы здесь в салоне эти балуемся регулярно. Мы берем там линкдеров. Он у нас в новом помещении, видите, такая черная коробочка. Это линкдер. Он выравнивает в ноль АЧХ. Ставишь кармы, в ноль выравниваешь. И киси, которые, кстати, тоже позиционируются как ровный. Линкдер забирает, там одна кривая. Ну и другие люди тоже забирают, там одна кривая. Берешь бокал, берешь к ним и все до ровного состояния доводишь. И что вы думаете, они все по-разному звучат. Ну, кстати, можно достаточно известный. Известный. Я сам этого не видел, но знаю. И это описано о том, как на каком заводе, в какой стране делали виние. С мастер-классом. То есть кто-то стремился сделать ровно все, аккуратно, парил. А за что ценится японский винил? Потому что там звукорежиссер садился и крутил ручки так, как ему нравится. Либо, может, мы даже не знаем, он просто не искажал материал. Может, он изначально был кривой, он вот сохранил его очень хорошо, как говорится, отремастерил. Но не трогая изначальный баланс частот. Такое тоже может быть. Когда мы начинаем вмешиваться в частотный баланс уже исходного сигнала, все, ему хана. Сто процентов. Это касаться будет всего. Если вы будете пытаться в цифре это делать, если это будете пытаться в аналоге делать, если вы будете пытаться выравнивать динамик теми или иными цепями, даже параллельные, которые, казалось бы, не сигнальные, с чем я сталкиваюсь постоянно заниматься моделированием, да. Ну, у тебя звук прям тухлеет. То есть, ты вроде вот тебе надо, ты видишь там узкий горбик, там высокой добротности прямо вот на динамике, там какой-то печок убрать, ты его думаешь, дай-ка я его уберу, ты его убрал. Вроде на восприятии не должно влиять, но как бы должна пропасть некая копия, все, а сигнал хана. Все, динамик мертвый. Ну, то есть, это, в общем-то, к чему? Если так немножко-немножко первоначально подытожить, то когда очка неровная, вот на мой слух, это хорошо. Это хорошо, да, это неправильно, но это хорошо, мне это нравится. Тут вот в чем вопрос, тут вот в чем вопрос. Конструктивно так получается, что когда мы хотим разрешения, о котором мы говорили в прошлом выпуске, вообще, кстати, этот выпуск, давайте сделаем предыдущий, я его помню хорошо. Разрешение, когда вот мы берем лучшие микрофоны, которые выбирают вокалисты, сортирую их, они выбирают никогда неровный микрофон, они берут какой-нибудь старый, винтажный, еще какой-то именно там, где высокое разрешение, то есть, передача кучи информации. Но они все кривые, все легендарные микрофоны, даже и изныне выпускающиеся очень качественные, там, ценой 10 тысяч евро, например, Manley, как и Ренс Голд, он кривой, но он обалденно передается всю атмосферу, вот эта очень тонюченькая мембранка, весь кругленько, все как положено, да, как говорится, он обалденно работает, но он кривой. Все, если ты на него записал, уже у тебя линейный баланс, тональный баланс абсолютно не тот, который был живьем, и какой-то микрофон 80 Гц надует, торчок будет иметь, а упадет там 70, например, и баса там не будет, еще что-то, еще что-то. Ну вот, пожалуйста, здесь мы имеем нелинейный инструмент, и как только люди пытаются сделать ровный микрофон, да, получается хреновый динамический микрофон, если кратко, который можно только в барабанной установке писать на высоких давлениях, но только пытаешься ими голос записать, он просто ни о чем. Тогда вопрос следующего. Или измерительных, кстати, микрофон. Где рождается очага? Это только аркустика? Или мы можем на нее повлиять другими компаниями? Я не знаю, кабелем, усилителем, источником. К кабелем мы повлиять не можем, усилителем мы можем повлиять, повышая его сопротивление постоянно, выходное. Правда, падает его мощность, то есть мы можем на ходе резистора повлиять. Но зачем только это делать, кроме случаев широкополосника, когда нам нужно выходное сопротивление высокое, которое очень хорошо работает без фильтра, то есть широкополосным динамиком. Можем повлиять хорошо, когда закидываем резистор. Но остаются у нас только методы коррекции. Темброблок, либо DSP, то есть цифровая коррекция сигнала. Именно сигналов. Но, к сожалению, кроме бед, это ни к чему не приводит. Я никогда ее не вижу. Я уж сколько и в Rune DSP все это делал, и AV-процессор, и DQX. У меня был HDB4. Это такой, друзья, очень дорогой и известный процессор в аудиофизических кругах. Цифровой кроссовер параллельно. То есть три функции выполняет. И Linter, и Direct у меня есть. Но ничего этого нормально не работает. Но ничего, то есть ты все вот ставишь, ты получаешь. Ты понимаешь, что ты ровную частотку получаешь, но у тебя все умирает просто абсолютно. Поэтому никто не остается на цифровой коррекции, либо на аналоге, когда наброблоками все это подкручат. Потому что, чтобы это сделать в аналоге, вы вмешиваетесь в путь сигнала буквально. То есть где-то он умрет, 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 он умирает, умирает и все. Поэтому эквалайзеры тоже не получим никакого распространения. Именно по этой причине все хм-усилители уже много лет как не имеют никаких темброблоков. Просто нет, как фактор. Максимум корректора встроено. Согласитесь, когда хочется, но это скорее зависит не от ваших компонентов, это скорее зависит от исходников. Потому что винил может быть, у меня таких много, я не прекрасно знаю, да и цифр, где нет баса, где плохо прописанного чея. Иногда, конечно, особенно если ваша любимая композиция, хочется добавить, да. А вот делать или не делать, это, наверное, вопрос вкуса. И, кстати, да, я вот сейчас представил, какое-то количество тапок полетело у нас, когда вы говорили о том, что эти системы не работают, наверное, многие с вами не согласятся. Они работают. Они работают, да. Но становится ли звук от этого лучше? Да, он становится правильным. Он становится серый. Он становится невзрачный. Он становится обедненный. Независимо от того, как вы его в аналоге либо в цифре регулируете. То есть, понимаете, я же еще раз повторю, когда вы начинаете что-то, допустим, снижать в динамике по амплитуде, у вас автоматически от основного уровня растут искажения. Вы получаете просто автоматом более грязный звук. Любой, кто более-менее дружит с микрофоном программы REF и имеет умик, может сделать следующее. Взять любой динамик, замерите его на искажения. А потом в свип-сигнал, то есть заэмулировать через софт-рум такой известный по ДСПшке, то есть провал где-то 4 дБ, вы увидите в этой зоне резкий рост искажений. Потому что амплитуда сильная. Мы таким образом, получается, что мы не только, ну можно так сказать, что снимаем базовую какую-то линейность, которая заложена в тот компонент, мы, по сути, убиваем агивер-производителя. Если это мы не знаем. То, что он заложил, как он это слышал. Да, да, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Мы же все время забываем про то, что есть куча школ, куча концепций звучания. Не все далеко стремятся к утопической идее, так называемой, повторить живой звук. Потому что есть реалисты, которые не живут этой утопией. Они прекрасно понимают, что они делают саунд, а не живой звук. Саунд, именно свой саунд. Это фактически работа звукорежиссера. Вот позади меня стоит акустика, карма. Можно как угодно к ней относиться. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Но все как один будут говорить одно. Блин, дорогой звук. Ну, дорогой звук. Ну, сразу слышно, что это породистая какая-то классная вещь. Они совсем неровные. Именно вот эта модель, кстати, более, так скажем, большие, старшие, взрослые, вероны. Они очень ровные еще и по частотке. Ну, сохраняют вот эту дороговизну. Но, тем не менее, когда их люди слышат, просто какие-то композиции на них играют. Вот какие-то инструменты просто потрясающие. И если вам вот это вот ваше, как говорится, основное, вот этот музыкальный материал, Труэхарма, конечно, при наличии доступных средств на них, будет прекрасным выбором. Это не в качестве рекламы, это просто вот самый пример за спиной, как говорится. Великолепно, я многократно слушал здесь, ВДК. Конечно, это катастрофически. Да, но какой же материал? Да, ну, опять же, опять же, у меня есть свое мнение, у меня есть свои вкусы. И, может быть, допустим, я бы себе не купил, но это не означает, что здесь уже как раз вкус подмешиваете. Именно. Ну, а вот давайте так, вот среди ваших собственных, я знаю, что у вас многолетняя, наработанная база клиентов, которые имеют, ну, не будем говорить дорогие, а достойные сетапы, да, хорошо сбалансированные. Да. К этим сетапам, к этим системам люди пришли через много лет. Вот они вам говорят что-нибудь про АЧХ? Да, вот эти люди. Ну, вот смотрите, один из очень близких мне людей, клиентов, такой, скажем, не последний человек, как говорится, да, он начал с идеально ровной акустики, свое хобби. Дан Леви SC4. Это известнейшие, так скажем, многополосные башенные акустические системы одного из самых легендарных инженеров мира, который создал очень линейный инструмент. Ну, что вы думаете? Он купил топовые рупора, я думаю, он счастлив. И, мягко скажем, играют эти рупора намного лучше. Я знаю, по-моему. Да, 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 да. Вот. По-моему, там в Avaki еще, да? Да, в Avaki 833. То есть ушел от транзистора в сторону абсолютно нелинейности. Ну, вот сейчас его... Ну, рупор. Да, да, да. Он специальную избушку построил. Просто он туда переставил рупора. Это фантастический звук. Фантастический. Ну, конечно, абсолютно не то, что было в предыдущем помещении, да, плоском. А может быть, какие еще примеры, когда люди... Да, пожалуйста. Известнейших, известнейших. И тоже мне очень приятно это сказать, что мой клиент Александр Львович Балаев. Вот. У нас немало, так скажем, было сотрудничество. Будет еще в будущем. Надеюсь, Александр Львович, если смотрите. Вот. Человек начал с очень ровной акустики. Грифон. Посейдон, по-моему. Если не ошибаюсь. Это башенная система от компании Грифон. Транзисторные усилители. Все, все, все. А что он сейчас учит? Широкополосник? Ну, широкополосник по определению неровный инструмент. Можно, насколько я помню, в обзоре даже посмотреть про его систему. Да, да. Конечно, там супер топ уровня широкополосники A и R, BD5. Вот. Но понимаете, когда эти вещи неровные попадают в нужные, так скажем, руки, это фантастически напоминающий живой звук инструмент. Это у Александра Львовича, конечно, наверное, в моей жизни. Понимаете, есть звук, от которого я кайфую. Есть еще что-то, есть еще что-то. Но если говорить об ощущениях, вот закрыл глаза, как будто реально живые какие-то моменты, очень похожи на живый звук. И это широкополосник, который по определению неровный. Но он его очень грамотно инсталлировал. Что такое неровность? Неровность, это, не знаю, как знаете, как когда-то Майк Тайсон, по-моему, говорил. Вроде он это говорил, что есть какой-то огонь, который либо тебя сожжет, либо ты его направить можешь в нужное русло. Вот так же и неровность. Если вы очень грамотно умеете работать с доворотами и поворотами, вы ту же неровность можете превратить в потрясающую АЧХ. О чем я в самом начале говорил на примере PMC, который абсолютно неровный в осевом измерении. Но если их правильно расставить, у вас просто студийный, как говорится, ровный звук. Ну, что далеко ходить-то. Я могу привести совершенно недавний пример, когда мы с Костей в процессе отслушивания определенных компонентов по фильтру. Костя хотел подровнять. И что со мной было? Да, Петру сделали ровную АЧХ. Я говорю, Петр, да, на ВЧ. Я говорю, ну мне больше нравится. Он говорит, Костя, ну без меня срань полная. Говорит, убери. Говорит, убери. И я такой, все, убрали, так-так-так-так, все. И спасибо на Петру цепочку, которая идеально делала ровный диапазон. И, соответственно, убирала взбрыг на 7 кГц выше. Ну и в чем-то Петр, опять же, прав, потому что, уходя в дальнее поле, он, видимо, получает близкие к близкому полю ощущения. И, может быть, он прав-то более, чем я, потому что у микрофонов, у хороших, опять же, бокальных, конденсаторников и прочих, у всех спад идет после 10 кГц. Практически у всех, можете погуглить, проверить. И, то есть, вот этот вот воздух, так называемый, который живьем есть, вот эта разряженность звуки, вот эта атмосфера реверберации тонкие-тонкие, именно они микрофоном уже сожраны изначально, и никто не будет в студии их эквализировать до исходного уровня. Ну, наверное, вот такой итоговый вопрос. Все-таки, наверное, совсем из нашего грузофильского мира мы АЧХ исключить не можем. Все равно мы на нее смотрим, обращаем внимание. И могли бы вы пояснить, а на сколько надо к ней присматриваться, прислушиваться, я не знаю, замеры делать и так далее? Я, мое личное мнение, мое личное мнение, понимаете, контролировать замер выше, ну, точнее, ниже 1000 Гц очень тяжело. Поэтому, я бы сказал так, нужно соблюсти линейность в рамках плюс-минус 2,5-3 дБ в зоне работы от, наверное, в коротком окне, если говорить. Короткое окно – это когда мы отсекаем комнату, то есть не приходят комнатные отражения на микрофон. Но, я думаю, в рамках 2,5 дБ это будет уже независимо от прочих нелинейностей достаточно качественного варианта звука. И помните еще психофизическую особенность. Человек, человек по своему, ну, вообще по физиологии, он очень плохо чувствует провалы глубокие, но очень хорошо слышит подъемы. Поэтому желательно все-таки акустику иметь без ярко выраженных резонансов, особенно в диапазоне от 5000 до, ну, где-то 200 Гц. Вот здесь вот желательно, чтобы не было очень больших пиков, потому что ухо к ним чувствительное к повышению амплитуды. А вот к снижению вы можете даже не заметить, это доказано, это все-таки и тесты проводились, и специальные исследования на этот счет, и много наших советских инженеров писало об этом не раз в журнале радио и так далее. Ну, то есть информация повсеместная по всему миру, она общая. Вот, а на подъемчики мы реагируем достаточно тяжело. На спуск намного легче. Поэтому, если у нас нелинейность АЧХ вызвана провалами какими-то по частоте, то это не так заметно на слухах, если бы такой же амплитуды были подъемы. Вот, поэтому вот эти нелинейности не страшны. И ваш же пример, ваш же пример с иглстонами доказывает. То есть там, как бы, такая вот птичка была, помните, да, в одной зоне? Мы меняли полярность. Да-да-да-да, и можно было это исправить заменой полярности, но исходная АЧХ производителя все-таки не в инвертированной была полярности в расчете на то, что эта взаимокомпенсация, то есть обоих драйверов все равно будет ухом восприниматься психовизиологически, хотя микрофон будет видеть провал. Вот, и все, и казалось, что, ну, условно, хороший баланс. Все. Это вот, понимаете, это иглстон один из тех примеров, который доказывает, что даже звукорежиссеров вы легко обманете. Ну, в кавычках, обмана нету как такового. Я думаю, там все прекрасно понимали, с каким, какой инструмент ниже выбрали, для того, чтобы иметь как основной монитор для репрезентации новых альбомов там, и мастер-лент, и все прочее. Вот этот фестиваль звукорежиссеров США, который прошел. И, кстати, очень хороший отзыв акустика получила, но она из себя представляет одну сплошную для микрофона нелинейность. Но для слуха все отмечали, боже, ну, как похоже на живой звук. Поэтому вот ваши ответы по АЧХ, понимаете, они абсолютно, вот они все на поверхности, и доказательство в море. АЧХ я хотел, да. Но что можно сказать в самом конце нашего небольшого обзора, уважаемые любители хорошего звука, если вам кто-то скажет, что не покупает у Акустика, у нее неровная АЧХ, и кривая, и так далее. Идите и послушайте. Есть более чем большая, а может быть даже огромная вероятность, что это будет после прослушивания лучшая акустика, которую вы слышали в своей жизни. Я думаю, вот так. Абсолютно верно. Ну, а продемонстрировать могут все это здесь, конечно. Да, конечно, прежде всего здесь. Приходите к нам. Побеседуем об АЧХ и послушаем. Ждем вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok